До зимы в Гумельской области отрамонтовали 120 километров дорог республиканского значения, причем увагу надали трассами, которые приняли на себя основную нагрузку по часам ремонта моста на трассе М-8, граница Российской Федерации, Витебска, граница Украины. Наши корреспонденты встретились со специалистами предприемства «Гумель-Аутодар», как подчекается, сделанным и оценить ход подрыхтовки до работы в зимовый период. Для дорожно-эксплуатационного управления номер 41 этот год был без переборщивания напруженным. Начинающиеся с весны, працавали практически без субботних выходных. И объемы работ великие, и проблем с финансованием не возникло. Да и на дворье устаревалась сприяльная для дорожных работ. Дозволило протягивать их навод на початку листопада. Коли оценивать реализацию планов у целым по предприемстве, «Гумель-Аутодар» своей задачей селита выканал в полном объеме. В этом году в рамках проекта «Мощь через реку Сош» было отремонтировано тонкими защитными слоями 306 тысяч метров квадратных дорожного покрытия. Кроме того, обязательная программа дорожных работ была выполнена 120 километров. Тросовое рождение установили 3 километра. 8 мостиков маленьких отремонтировали. Работа ведется. Что касается процесса подрыхтовки до зимы, по словам дорожников, все лето проблем так само не возникло. Причем одночасово с новой техникой при необходимости на дороге выйдут машины, набытые ранее. Сярод, бадай, самых незвычайных – шнека роторная. У Гумеля она працует каля пяти годов. Правда, выкористовывается только под час великих снегопадов. Лед, конечно, она не возьмет, а если с коркой льда, то она возьмет этот вал. Производительность этой установки до полутора тысяч тонн в час. Дальность отбрасывания, если снежной массы, до 30 метров, а слежавшиеся куски, такие уже обледеневшие, даже до 50 метров. Яши – одна выращенная задача – створение запасов сумесел для просылки дорожных опокрытия под час зимы. По великим рахунку, альтернативы соли и песку в ученые покуль не пропонуют. Усе остальные – не шматлики, а распрасывки – можно назвать экспериментальными. Эффект часто навод меньше, а кошт – больше высокий. Иншая справа, что заховывают сумеси теперь у специальных ангарах, а не на открытых плясовках, як раней. Плюс опрасовывают соль специальными химикатами, что дозволяет зарабить ей выкористание больше беспешным для экологии. Соль мы обрабатываем составом специальным, который, будем говорить, каким-то образом немного нейтрализует, ну и не слеживаться. А для того, чтобы высыпать необходимое количество соли, это зависит от осадков, какое количество интенсивности осадков. Чем выше осадки, тем больше грамм на квадратный метр.